Девушки отдыхают Мы тщательно пакуем свой чемодан Так и перед отправлением в взрослую жизнь Наше сознание пакует свои вещи Самое главное из них Это человеческий образ Самое важное в нем Это внешний облик человека Откуда же берутся эти образы? Эти образы это то Что видит ребенок чаще всего Это его родители Мама, папа Бабушка, дедушка Домашние питомцы С ними он проводит очень много времени Но так же много времени Он проводит и с игрушками А особенно с куклой Кукла это та вещь Которая влияет на формирование Человеческого образа у ребенка Вы видели, какие куклы таскают дети вокруг? Смотрели ли вы их? Брали ли их в руки? Я как раз этим и занимаюсь Я не хожу по городу Не отбираю кукол у детей Я их изучаю Начиная с прошлого столетия И все дальше в глубь Как же можно изучать куклу? Какие опыты Какие анализы нужно провести Чтобы выяснить Какая кукла была раньше? Я пользуюсь двумя основными способами Это способ бабушкин сундук И способ конструктора Итак, способ бабушкин сундук Это когда я Ещу по деревням Спрашиваю у бабушек В какие куклы играли они? Какие куклы им делали их мамы? Способ непростой Вспоминается бабушкам Все с трудом С большим трудом Но если вам Удастся разговорить Бабушку о ее детстве То до того момента Как она дойдет В своем рассказе до куклы Вы узнаете все Про саму бабушку Про страну В которой она жила Вообще про все страны В которые довелась жить С учетом того Что она никогда не выезжала Дальше в райцентра Способ затратный Победник Как вы понимаете Но зато получаете информацию От первоисточника Способ номер два Способ конструктор Это я иду в музей Оформляю разрешение на работу Такая бумажка Которая в моем случае Разрешает мне Поиграть с музейными экспонатами Я беру по очереди Каждую куклу Зарисовываю ее С фотографической точностью Это в сто раз материальнее И в сто раз дольше Чем просто сфотографировать Затем Каждую куклу Я разбираю Смотрю что у нее внутри Записываю Собираю обратно Увлекательно Интересно И развивает мелкую моторику Своё описание Я сравнила С описаниями других регионов Кукол других регионов Русского Севера Чтобы вы могли Скоординироваться Географически Территория Русского Севера Это Южная и центральная части Современного Северо-Западного Федерального округа Что же такого особенного В коме кукле Решила выяснить я И что же я нашла Ничего Оказалось Что структура Куклы нашей Местной Сыктывкарской Такая же Как и структура Куклы Вологодской Или Архангельской И не только Такую же куклу Можно встретить В других регионах Например кукла Датарская Ярославская область Курская область Мордомия И даже В Забайкальском крае Как же на такой Большой территории Люди делали Одинаковые По структуре куклы Давайте сперва Посмотрим Какая это структура Итак Основание куклы Это столб Или скрутка Это может быть Деревянная палочка Или веточка Обтянутая тканью Или просто Скрученный в трубочку Кусок полотна Часто сложенный Пополам На этом столбе Косым крестом Отделена Голова Грудь И нижняя часть тела Почему же Эта кукла Выглядела Именно так Почему она была Одинакова И повсеместно Везде Посмотрите на нее Внимательно Светлый тон Основы Нету рук Нет лица Да это же Покойник Не переживайте Это покойник Несвеженький Это покойник Из разряда предков Ведь раньше Люди Они не только жили Они даже думали По другому У них были Свои представления О теле человека О мире вокруг И о мире в целом Глядя на этот стол Можно провести Параллель С традиционным Пониманием мира Мир верхний Голова Мир чистый Духовный Мир средний Грудь Это наш Земной мир Мир жизни И мир нижний Это главным образом Ноги Которыми мы собираем По земле Все подряд Для человека Традиционного сознания Все вокруг Было связано С опасностью Он ко всему Относился Настороженно И искал защиту У своих предков Прародителей И даже имитировал И подражал Обряду Перехода В другой мир Вспомним Хотя бы свадьбу Традиционную Свадьбу Русскую Северную Печаль Тоска Плач Сплошные похороны Невеста Как покойник Молчаливая И безлика У нас до сих пор Девушки Одевают фату Прикрывают лицо Это как раз Отголоски традиции Той традиционной Свадьбы Вот эта связь Вот это отношение К традиционному миру Эта связь Жизни и смерти Она отражена Во всем традиционном В том числе И в кукле Вот этот стол Нам напоминает Покойника У него нету рук Потому что умершего Руки прижатых тел Нету лица Потому что покойнику Глаза закрывали Тем самым Обезличивали его Светлый тон основы Напоминает Саванг И вообще белый цвет Это издавна Цвет траура Такая связь Структуры куклы С традиционным пониманием Загробного мира Объясняет Может объяснить Повсеместную Одинаковость Таких кукол Во многих регионах России Дальше Переходя Кукле современной Нет, еще рано Я вам должна сказать О том, какие Обновления И изменения Были у куклы Итак, сейчас Очень у нас Популярны серии кукол Вот представляю вам Серии кукол Барби Барби Модная штучка Барби на пляже И Барби Топ-модель В традиционной кукле Тоже есть Свои обновления Первое Это когда у нее Появились руки Вторым условным Обновлением Можно назвать Появление Пришивных ручек И ножек Потом у нее Появляется лицо Сперва это глаза и рот Или вот такие Шикарные брови И последним У нее появляется нос При всех этих Обновлениях И изменениях Традиционная кукла Очень простая Условна Она не привязана Никакому реальному Объекту И не вызывает у нас Никаких конкретных Образов Я сейчас Покажу вам Отрывок Из сборника 1912 года Который называется Игрушка Ее история И значение Читает Чтобы дать толчок Воображению Особенно живому Детскому Требуется немного Ведь и создает Игрушку Само воображение Оно не затрудняется Видимо Несоответствием форм То чего не достает Глазу Оно добавляет От себя Небольшая аналогия И представление Вызвано Уже тогда Говорили и писали о том Что кукла Должна быть проще Дальше Переходя к кукле Современной Я не могу не сказать О кукле советской Вообще Советская кукла Это Как и сам Советский Союз Отдельная история Производилась она Государством Оцените Масштаб Несла она В себе Не только Воспитательную Функцию Но и Выполняла Функцию Идеологическую Это Всевозможные Куклы Школьницы Куклы Пионеры Оно Она Была Сделана Из Ненатурального Материала Она Создавала Правильный И здоровый Образ У ребенка И вот Сейчас Мы пришли К этому Идеал Женской Красоты Формы Которые Крайне Редко Встретишь В реальности Здесь Здесь Уже Все Есть Добавить Нечего Хотя Вы Здесь Уже Добавили Все Что Можно Современная Кукла Она Повсеместна Ее Очень Легко Купить Она Выступна Но Некоторые Экземпляры Если честно Меня Просто Удивляют Вот Несколько Примеров Это Кукла Из серии Монстер Хай Кукла Паук Между Прочем Такая Кукла Очень Даже Приглянулась Человеку Традиционного Сознания Идея Соединения Человека С миром Животных Миром Насекомых Была Очень Популярна И Нашла Своё Отражение В кукле Обрядовой Вот Аналог Нашему Куклу Боуку Такую Куклу Б использовали В обрядово Магических Действиях С помощью Такой Куклы На Кого Нибудь Навели Порчу Но Всем Одна Известная Серия Куклы С Гробиками Я уже Рассказала Вам О традиционном Представлении О загробном Мире Об отношении К смерти Так вот Дети В традиционной Игре Они имитировали Даже похороны Они хоронили Куклу Как здесь И предлагает Производитель Но есть Один момент В традиционной Игре Куклу После того Как её Закапывали Запрещалось Закапывать Я не призываю Вас Выкидывать Бары Тем более Я не призываю Вас Их закапывать Я не призываю Вас Делать Куклы Без рук Без лица Я всего лишь Предлагаю Подойти Кукли С научной Точки Зрения И приобщить К людям К мастерам Которые делают Куклы Которые делают Куклы Ещё и Педагогов Психологов Потому что Куклы Это вещь Которая влияет На формирование Человеческого образа И соответственно На психику Как мы будем К себе относиться Какую внешность Мы будем считать Нормальной Вот в Германии Ещё в начале Прошлого столетия Была разработана Кукла Совместно с Педагогами И психологами Называется она Вальдорская Или кукла Штайнера Это кукла Из различных Материалов Которая учитывает Возраст ребенка Вот такими Мягкими Мягкими Кукляшками Бабочками Предлагается Поиграть Детям До трех лет Детям До пяти лет Предлагается Играть Куклой Одетой Уже с лицом И после пяти лет Уже знакомое Более подобие Более реально И похоже На человека Это кукла С отдельными Приширными Ножками И ручками И отдельно Шитой одежки Я на данный Я на данный момент Только еще Начала Разрабатывать Свою коллекцию Игровых кукол До этого Я занималась И занимаюсь Сейчас Куклой Древной Куклой Авторской А подробнее Об этом Я могу рассказать У стольки Ученого Друзья За формирование Здорового Образа Этого мира У нашего Ребенка Ответственны Только мы С вами Большое вам Спасибо И напоследок Хотелось бы сказать Главный критерий Выбора Игрушки Это оставленное Место для воображения Помните это Когда вы Тихо Спасибо